Где вы теперь? Кто вам целует пальцы? Раиса Ноевна Блох, автор стихотворения «Принесла случайная молва» эмигрировала в Берлин в начале 20-х годов. Сотрудничала с издательством «Петрополис». В 1933-м пришлось покинуть и Германию. В Париже она устроилась на работу в Национальную библиотеку Франции, но с началом Второй мировой войны потеряла и мужа, и дочь. Кочевья с неизбежностью опрокидывала все потуки наладить оседлый образ жизни. Нужно было снова спасаться бегством. В 1943-м при попытке перехода швейцарской границы Раиса Блох была арестована, отправлена в концентрационный лагерь «Дрансиль», откуда высшие представители расы европеоидов «Депортировали поэтессу в лагерь смерти». В авторском варианте текста стихотворения остались воспоминания от детства Раисы Ноевны, личные, не допускающие обобщения. Не идти ведь по снегу к реке, Пряча щёки в пензенском платке, Рукавица в маминой руке. В романсе Александра Вертинского её удивление, сожаление, печаль могли быть узнаны любым эмигрантам, Поняты как то, что все знали и чувствовали, а сказать не умели. «Вы, слова залётные, куда? Там живут чужие, господа, И чужая радость и беда, И мы для них чужие навсегда». Этот переход от частного, мимолётного, к общему, неизменному, как никому среди поэтов русской эмиграции удавался Александру Вертинскому. И не только в выводах эпохального, цивилизационного, исторического значения. Артист был любим публикой прежде всего в силу того, что сам любил людей, а слабую половину в особенности. Для неё у него были припасены в сердце страсть, в голосе сладкий яд. «Я всегда был за тех, кому горше и хуже пел он. А кому ещё было горше и хуже, когда кочуя всякий раз приходилось заново обустраивать домашний очаг, быт, искать источники дохода, а потом, когда мужчины-кочевники покидали очередной разрушенный мир, собирать скарб и снова пускаться в путь». В репертуаре артиста насчитывались десятки историй хранительниц очага. С самим этим очагом на руках. Истории, из частных превращённые в общие и понятные всем и каждому, хотя и не всегда одобряемые большинством. Пани Ирена Ирине Я безумно боюсь золотистого плена ваших медно-змеиных волос. Я влюблён в ваше тонкое имя Ирена и в следы ваших слёз. Я влюблён в ваши гордые польские руки, в эту кровь голубых королей, в эту бледность лица до восторга, до муки обожжённого песни моей. Разве можно забыть эти детские плечи, этот горький заплаканный рот, и акцент вашей польской изысканной речи, и ресниц утомлённых полёк, а крылатые брови, а лоб Беатричи, а весна в повороте лица. О, как трудно любить в этом мире приличий, о, как больно любить без конца! И бледнеть, и терпеть, и не сметь увлекаться, и, зажав своё сердце в руке, осторожно уйти, навсегда отказаться и ещё улыбаться в тоске. Не могу, не хочу, наконец, не желаю, и, приветствуя радостный плен, я со сцены вам сердце, как мячик, бросаю. Ну, ловите, принцесса Ирэн! В газете «Русский голос» летом 1949 года артист рассказал История шагает огромными шагами. То, что было вчера важно и нужно, сегодня смешно и непонятно. Пятнадцать лет тому назад из Европы осенью летели ласточки в тёплые страны. Неожиданная перемена погоды – уран, мороз и снег – остановила их полёт в пути. В Бухаресте, Будапеште и Вене они падают обессиленные на площадях и улицах городов. И тогда сердобольные люди и их правительство распорядились собирать ласточек, отогревать, и потом в особых закрытых самолётах отправили их в Италию – солнцу и теплу. Помню, как это радовало тогда сердца людей, как гордились мы своей гуманностью. А с тех пор утекло не так уж много воды, и вот в печах-крематориях Майдана и Кая-Свенцима взбесившиеся покорители мира – фашисты – сожгли миллион живых людей. Какой жалкой и глупой детской сказкой показалась бы вам эта история с ласточками, если бы кто-либо вспомнил о ней теперь? Александр Вертинский Моим заграничным друзьям Тем не менее, поэт напомнил историю с ласточками, читателям газет и после ужасов Майданыка и Кая-Свенцима не приминул снова поведать о простых принципах человечности, какие бы жалкие и глупые детские сказки не порождали они в прошлом и будущем. Минуточка Ах, солнечным-солнечным маем, На пляже встречаясь тайком, С люлю мы, как дети, играем, Мы солнцем пьяны, как вином. У моря за старенькой будкой Люлю с обезьянкой шалит, Меня называет Минуткой, И мне постоянно твердит, Ну, погоди, ну, погоди, минуточка, Ну, погоди, мой мальчик, пай, Ведь любовь – это только шуточка, Это выдумал глупый май. Мы в августе горе скрываем И в парке, прощаясь тайком, С люлюточно дети рыдаем Осенним и пасмурным днём. Я плачу, как глупый ребёнок, И голосом милым звеня, Ласкаясь ко мне, как котёнок, Люлю утешает меня. Ну, погоди, ну, не плачь, минуточка, Ну, не плачь, мой мальчик, пай, Ведь любовь наша – только шуточка, Её выдумал глупый май. Печальный, медлительный рассказ О ласточках нелеп, Когда птичек спасти сумели, А миллионы человеческих жизней Так случилось не стоили ничего. В канун фатальных катастроф Родины Нелепой может показаться И песенка Ариетка о мальчике пае. В бессортирной культуре, Когда дома культуры построить всмогли, А уборные забыли, Нелепыми розовыми соплями Желают читать любую любовную лирику, За исключением ура патриотических Песен об Отечестве и его славной столице. Солдаты и полководцы, Герои, спасители и защитники, Все остальные дрянь, Поэтишки, бумагомараки, офисный планктон. И право в бессортирной культуре Генералам от инфантерии Разве есть дело до того, Что в душе у солдатика? И не это ли то, что в душе Соблазнило революционным Преобразованием быта, Подослало комиссаров На смену бормочущим заклинания Ряженым в рясы? А простые мещанские радости, Пляж, на котором мы с солнцем Пьяны, как вином, Игры, глупый май, любовь-шуточка, Вязаные тряпочки, Гарусные чехольчики, Спасённые гуртом ласточки… Разве не то, Ради чего большей частью Живут люди? Дома, в свободное от работы время, Немки вязали. Вязали до тупеней. Я уже не говорю о различных набрюшниках, напульсниках, Метенках, перчатках, носках, шарфах и прочих. Они вязали неисчислимое количество всяких салфеточек, подставочек, колпачков на чайники, кофейники, подстаканники. Вся мебель в любой немецкой квартире была завалена этими вязанными тряпочками. Куда бы вы ни сели, куда бы вы ни положили руку, везде вы натыкались на квадратики, кружочки, полосочки, вывязанные тщательно, затейливыми узорами и разводами. В этом было невероятное мещанство. Вас точно предупреждали – осторожнее, не просидите, не капните, не насорите. Даже на зубочистке они вязали гарусные чехольчики. Всё это разводило в комнате страшную пыль, как и всякое тряпьё, наваленное без меры. Они вязали подставочки буквально подо всё – под бутылки, под рюмки, под подсвечники, под ночные горшки, под пепельницы и под… Можно было бы сойти с ума от количества этих вязаных кружочков. Любая из этих вязальщиц-хозяек была хуже сыщика. Они шпионили за своими жильцами, как тюремные надзиратели за арестанты. Если у вас в комнате был, например, диван, и вы имели привычку сидеть в его правом углу, то вы находили записку хозяйки, где она просила вас переменить угол и сидеть в левом, чтобы просиживать диван равномерно. Помню, в Данциге у одной хозяйки, у которой я снимал комнату, было такое множество всех этих мелких рукоделий, что в доме не имелось буквально ни одного необвязанного предмета, а самое центральное место занимал огромный красный петух для согревания кофейника, связанный из гаруса. Больше обвязывать было категорически нечего. Однажды, вернувшись домой, я несказанно удивился, заметив, что моя хозяйка вяжет новый колпак на кофейник, но только ещё больших размеров. – Фрау Штрумфе, – вежливо спросил я, – зачем же вы вяжете новый колпак, ведь старый ещё очень хорошо выглядит? Хозяйка удивлённо взглянула на меня через очки. – Это не колпак, – строго сказала она. – Это бюстгальтер. Я чуть не упал в оборок. Александр Вертинский, дорогой длинной. За кулисами Вы стояли в театре, в углу, за кулисами, А за вами словами звеня парикмахер, суфлёры, актёры с актрисами Потихоньку ругали меня. Кто-то зло нашипел – молодой да удаленький, Вот кто за вас умеет водить. И тогда вы сказали, – Послушайте, маленький, Можно мне вас тихонько любить? Вот окончен концерт. Помню степь белоснежную, На вокзале ваш мягкий поклон. В этот вечер вы были особенно нежною, Как лампадка у старых икон. А потом – города, степь, дороги, проталинки, Я забыл то, чего Не хотел бы забыть, И осталась лишь фраза – Послушайте, маленький, Можно мне вас тихонько любить? 1916. Крым Романы поэта с Верой Холодной и Марлен Гитрих Случились задолго до его встречи с красавицей-княжной, 19-летней Лилой Циргвалой и их венчанием в кафедральном соборе Шанхая 26 апреля 1942 года. Вера Левченко, жена прапорщика Холодного, с которым поэт познакомился на фронте и от которого привез ей письмо, умела эффектно поворачивать голову и вскидывать глаза налево и направо вверх. Это были красивые ресницы и обвораживающие глаза. Однажды на Кузнецком мосту, по которому она ежедневно фланировала, Вертинский предложил ей попробовать свои силы в кино. Она была отказалась, но идея ей понравилась. И она согласилась. Для знакомства с дирекцией артист доставил её на кинофабрику. Стройная, гибкая, бывшая танцовщица Вера Холодная произвела впечатление на режиссёра Владимира Гардина и дебютировала в его картине «Анна Каренина». Она сыграла эпизодическую роль итальянки-кормилицы, приносящей Анне нелюбимую дочь. В окружении мастеров художественного театра её первое появление на экране потерялось. Для себя Гардин отметил – ничего не выйдет. Но рекомендовал владельцу фирмы включить девушку в постоянную труппу, на что последний возразил, что ему нужны не красавицы, а актрисы. Вера продолжала посещать клубы и фланировали. В пролётах улиц и по мостам Москвы. В клубе «АллатР» она совершенно случайно попала на глаза Никандру Туркину, представителю студии Александра Ханжонкова, и режиссёру этой студии Евгению Бауэру, который в бесподобной правдивости девушки сумел предвидеть ошеломительный экранный успех. Так в 1915 году начался звёздный бауэровский период карьеры Веры Холодной. Главная роль в фильме «Песнь торжествующей любви», снятом по роману Тургенева, сделала её знаменитой. Фильмы следовали один за другим. Лунная красавица, дети века, пламя неба, пробуждение, дети Ванюшина, в мире должна царить красота. Публика была в восторге. Поэт вспоминал, «В это время большие актёры неохотно шли в кино. Это не искусство, – говорили они. Конечно, это было не то искусство, которому они служили. Немое кино у актёра отнимало самое главное – слово. А что можно сыграть без слов? – думали актёры. Это было действительно трудно. В конце концов аппарат – это судебный следователь, внимательный и безжалостный. Следя и поглядывая пристально изорка за актёром. Он всё до малейших деталей видит, замечает и фиксирует. Его обмануть нельзя. Поэтому даже лучшие актёры часто терялись перед этим всевидящим оком. К тому же нужно было играть молча. Но приходилось всё же что-то говорить, а текста не было. И только перед самой съёмкой репетировали мизансцены. И каждый говорил, что хотел. И всё это было, конечно, в ущерб картине. Потому что говорили иногда чёрт знает какую чушь, которая смешила и выбивала из настроения. Вообще настоящий ключ к этому новому искусству был подобран нескоро. И много картин покалечили актёры, прежде чем научились играть для кино. Постепенно всё же большие актёры сменили гнев на милость. Стали сниматься Владимир Максимов из Малого театра, Пётр Старковский, Пётр Бакшеев и другие. На женском киногоризонте восходили новые звёзды. Вера Коралли, Наталья Каванько, Наталья Лисенко. Появились халтурные кинодельцы Талдыкин, Перский, Дранков, которые быстро снимали какой-нибудь сенсационный или просто бойкий сценарий со случайным режиссёром и актёрами и пускали в прокат, зарабатывая большие деньги. Всё же Ханжонковское дело оставалось первым и наиболее серьёзным. У Ханжонкова была своя кинофабрика с павильоном и лабораторией, свой кинотеатр на нынешней площади имени Маяковского. Да и актёры были уже опытнее и имена были покрупнее. Самыми яркими из них были Вера Холодная и Иван Натжухин. Много всяческой ерунды играли мы в то время. Я уже не могу вспомнить названия этих картин. Вот мчится Тройка Почтовая у Камина, Позабудь про Камин и т.д. Одно время вообще сценарии писались на сюжет романцев. Отцвели уж давно Хризантемы в саду и прочее. И даже на мой «Бал Господень» был написан сценарий и сыгран фильм с Наташей Кованько. Но из всего этого мусора мне запомнилась только одна серьёзно поставленная Тургеневская песнь торжествующей любви с Полонским и Верой Холодной. Эта картина была вершиной её успеха. Я был, конечно, неравнодушен к Вере Холодной, как и все тогда. Посвящая ей свою новую, только что написанную песенку «Маленький Креольчик» я впервые придумал и написал на нотах «Королеве Экрана». Титул утвердился за ней. С тех пор её так называла вся Россия и так писали в афишах. Александр Вертинский. Дорога и длина. Маленький Креольчик. Вере Холодной. А где же вы, мой маленький Креольчик, мой смуглый принц с Антильских островов, мой маленький китайский колокольчик, капризный, как дитя, как песенка без слов, такой беспомощный, как дикий одуванчик, такой изысканный, изящный и простой, как пуст без вас, мой старый балаганчик, как бледен ваш пьеро, как плачет он порой. Куда же вы ушли, мой маленький Креольчик, мой смуглый принц с Антильских островов, мой маленький китайский колокольчик, капризный, как дитя, как песенка без слов. 1916. Москва. «Как пусть без вас, мой старый балаганчик!» – восклицает артист. – Как бледен ваш пьеро, как плачет он порой. Улюблённость была нужна ему, как непременное условие творческого состояния. Говорили, что к своим песенкам он относится так же, как к женщинам. Он любит их, ухаживает за ними и думает о них только до тех пор, пока они находятся в периоде творчества, как женщины в периоде ухаживания. Потом, когда они закончены, пропеты, они становятся прошлым, и на их место приходят новые – новые волнующие слова, новые мотивы, переживания, новая влюблённость в песенку. Если в то время, когда я пишу, я живу своей очередной песенкой, то с момента, когда она написана, она превращается для меня только в техническую задачу. Многие, вероятно, думают, что я пою под влиянием какого-нибудь особенного настроения. Ничуть не бывало. Я выхожу на сцену, чтобы сделать песню точно так же, как можно сделать операцию, как можно починить часы или проделать другой чисто технический процесс. Никакого настроения у меня в этот момент нет. Настроения я жду от публики. Александр Вертинский о своём творчестве. Лиловый негр Вере холодной Где вы теперь? Кто вам целует пальцы? Куда ушёл Ваш китайчонок Ли? Вы, кажется, потом любили португальца, А, может быть, с малайцем вы ушли? В последний раз Я видел вас так близко, В пролёты улиц вас умчал авто. И снится мне В притонах Сан-Франциско «Лиловый негр вам подаёт монто» 1916-й Вечно страдающая Вера Холодная олицетворяла декадентский типаж героини, в 1910-х годах пришедшей на смену щекастой, румяной русской красавице Маргольд. Этот типаж, намётки которого чутко уловил Александр Веретинский, оказался близок и военным, и штатским, и даже их жёнам и матерям. На протяжении Первой мировой войны актриса принимала участие в благотворительных концертах в пользу воинов и их семей. Юные прапорщики и подпоручики из числа студентов, штабные капитаны и подполковники из числа бравых вояк называли её «своей Верочкой» и с боем раскупали билеты на все киносеансы. Будучи идеалом красоты и жертвой экранных страстей, она в перерывах между съёмками приезжала на фон к мужу, пока тот тяжёлораненый с наградным золотым оружием не вернулся в Москву. Я часто бывал у неё и был в хороших отношениях и с ней, и с её сестрой, и с её мужем. А с её маленькой дочерью Женечкой я играл в детской, дарил ей куклу и был, в общем, свой человек у них. Вера всегда помнила, что я впервые подсказал ей путь в кино. Из никому не известной молодой женщины она сделалась кинозвездой. Многие свои песни я посвящал ей. Как-то помню, я принёс ей показать свою последнюю вещь – «Ваши пальцы пахнут ладаном». Я уже отдавал её издателю и печать, и снова посвящал холодной. Когда я прочёл ей текст песни, она замахала на меня руками. Что вы сделали? Не надо. Не хочу, чтобы я лежала в гробу. Ни за что. Снимите сейчас же посвящение. Помню, я немного даже обиделся. Вещь была довольно удачная, на мой взгляд, что и подтвердилась впоследствии. Всё же я снял посвящение. Потом, через несколько лет, когда я пел в Ростове-на-Дону, в номер гостиницы мне подали телеграмму из Одессы. Умерла Вера холодная. Оказалось, она выступала на балу журналистов, много танцевала и разгорячённая вышла на приморскую террасу, где её прохватило резким морским ветром. У неё началась испанка, как тогда называли грипп, и она сгорела, как свеча, в два-три дня. Рукописи моих романцев лежали передо мной на столе. Издатель сидел напротив меня. Я вынул ваши пальцы из этой пачки, перечёл текст и написал «Королеве экрана, в вере холодной». Александр Вертинский. Дорогой длинной. Ваши пальцы. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль. И когда весенней вестницей вы пойдёте в синий край, Сам Господь по белой лестнице поведёт вас в светлый рай. Тихо шепчет дьякон седенький, за поклоном бьёт поклон И метёт бородкой реденькой, никовую пыль с икон. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль. 1916. Умершая актриса была наряжена в один из лучших своих туалетов и тщательно загримирована. Отпевание в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы состоялось ночью при огромном стечении народа. Похороны Веры Холодной послужили материалом для одноимённого фильма «Хроники», который прошёл при полных залах, как и все картины с её участием. Забальзамированное тело актрисы было похоронено в часовне на Первом христианском кладбище Одессы, чтобы оттуда быть перевезённым в Москву. Однако в 1932 году по распоряжению большевиков кладбище было разрушено. Тогда же стало известно, что пропал и гроб с телом актрисы. В Москве в конце 1919 года, вскоре после кончины знаменитой супруги, Владимир Холодный был арестован и расстрелян в застенках ЧК. Полукровка Мне не нужна женщина, мне нужна лишь тема, чтобы в сердце вспыхнувшем зазвучал напевь. Я могу из падали создавать поэмы. Я люблю из горничных делать королев. И в вечернем дансинге, как-то ночью мая, где тела сплетённые колыхал джаз-банд, я так нежно глупо выдумал вас, моя простая, вас, моя волшебница недалёких стран. Как поёт в хрусталях электричество, я влюблён в вашу тонкую бронь. Вы танцуете, ваше величество, королева любовь. Так в вечернем дансинге, как-то ночью мая, где тела сплетённые колыхал джаз-банд, я так глупо выдумал вас, моя простая, вас, моя волшебница недалёких стран. И души вашей нищей убожества было так тяжело разгадать, вы уходите, ваше ничтожество полукровка. Ошибка опять. 1930. Варшава Вопрос «казаться» или «быть» даже в случае актёрской игры решался однозначно. Не надо играть, а надо быть тем, что изображаешь, писал артист Лидии Вертинской во время её съёмок в роли герцогини в Дон Кихоте первом цветном широкоэкранном стереозвуковом художественном фильме киностудии «Линфильм». Пусть играют другие, они играют на тебя и на твоё колесо льют воду. Так в 1935 году по приезде в Шанхай Александр Вертинский уверил корреспондента, что Марлен Дитрих не только великая актриса, но и обаятельная, высококультурная и необычайно рафинированная женщина. Марлен одарена тонкой психикой и неповторимой индивидуальностью. В письме к жене 8 декабря 1956 года он сообщал то же самое, только совсем другими словами. Марлен Дитрих вообще не актриса и никогда не играла, а только позволяла на себя смотреть и еле шевелила губами. И весь мир был в неё влюблён. Надо быть царицей, а остальное не важно. Пусть сами из-за тебя доигрывают. Александр Вертинский. Дорогой длинной. Знакомство с Марлен Дитрих в кабаре Казаново, самом дорогом и шикарном буате Парижа, где подавали бывшие гвардейские офицеры, красивые и стройные и высокие, прекрасно говорившие по-французски и по-английски, затянутые в голубые казакины с золотыми голунами, было непродолжительным. Однако позднее, случайно встретив её в обсерватории в Голливуде, Александр Николаевич подошёл и сказал. – Вы пришли сюда, чтобы смотреть на звёзды, но вы сами – самая яркая звёзда. Она обернулась и приветливо окликнула его по имени. Она вообще очень любила русских, Авертинского в особенности, и даже устроила в его честь патить в Голливуде. С ней была маленькая дочь и два детектива, которые постоянно сопровождали её из-за угроз гангстеров похитить ребёнка. Марлен Вас нетрудно полюбить, Нужно только храбрым быть, Всё сносить, не рваться в бой И не плакать над судьбой. Ой-ой-ой-ой… Надо розы приносить И всегда влюблённым быть, Не грустить, не ревновать, Улыбаться и вздыхать. Надо вас боготворить, Ваши фильмы вслух хвалить, И смотреть по двадцать раз, Как актёр целует вас, Прижимая невзначай – гуд-бай. Все журналы покупать, Все портреты вырезать, Всё, что пишется о вас, Наизусть учить тот час. Попугая не дразнить, С камериской в дружбе быть Здрасте, Марья Семёновна, Чистить щёточкой бежу И водить гулять джужу. Пойдём, собачечка. На ночь надо вам попеть, С поцелуями раздеть, Притушить кругом огни, Завтра съёмка – ни-ни-ни, Что вы, с ума сошли? И сказать сваривший чай – гуд-бай. Ожидая вас, не спать, В телефон не проверять, Не совать свой нос в дела, Приставая, где была. А вам какое дело? И когда под утро злой Вы являетесь домой, Не вылазить на крыльцо, Сделать милое лицо, Замолчи, джужу, Милай – гуд-бай. Так проживший года три Потерять своё эспри, Постареть на десять лет И остаться другом – нет. Чтоб какой-нибудь прохвост, Наступивший мне на хвост, Начал роль мою играть И ко мне вас ревновать – нет. Уж лучше в нужный срок Медленно взвести курок И сказать любви – прощай. Гуд-бай. 1935. Миры поэто множественны, Человеческие индивидуальности Бесконечно разнообразны, В них найдётся место Любови, не забронзовелой От величия и мрака души. Я могу испадали создавать поэмы, Я люблю из горничных Делать королев. Цивилизация с неизбежностью Производит в индивидах Целые серии желаний, Запускает в действие машины желаний Настоящий Производственный Процесс, Завязанный на Человеческой Свободе, Сексуальности и Фантазиях, Какими себя хотят видеть люди. При этом желание может Принимать столько форм, Сколько существует воплощающих Его индивидов. Поэт даёт возможность на минуточку Согласоваться с любой из этих машин, Стать иным существом, Почувствовать себя существом другого пола, Круга, идентификации, Почувствовать и не спрыгнуть с ума. В этом – великая преображающая Сила искусства, Его магия, Чудотворство. Множественность, До поры до времени скрывающаяся, В одном субъекте, в художественном Вымысле позволяет ему сочувствовать, Содействовать, сопереживать Другим людям и их социальным группам, А не злопыхать, агрессии И неудовлетворённых страстей, Не разрушать. Как только Искусство утратит эту свою волшебную силу, Множественное Путём любви и сопереживания превращать в единое, Как только Поэт, художник, артист Станет никому не нужен на Своей родине, Машины желания разделаются Сначала с государственностью, А затем покончат и с самой Неразумно порождающей их культурой. Александр Вертинский – Один из немногих, Кто задолго до желающей Революции шестидесятых Осмелился сказать о множественности, Живущей в каждом из нас, На всем понятном и доступном языке, Перечеркнув статистический Порядок полов, Грубо делящий мир на мужчин и женщин. И лишь Много позднее, в знаменитом философском трактате второй Половины двадцатого века, Капитализм и шизофрения, Француз Жиль де Лёс и Итальянец Феликс Гваттари, Противопоставляя идеи шизоанализа полицейским потоком психоаналитического метода фрейдистов, утверждали. В нашей любви всегда есть что-то статистическое, что-то от законов больших чисел. Не так ли следует понимать знаменитую формулу Маркса «отношения мужчины и женщины – это непосредственно естественное необходимое отношение человека к человеку». То есть отношения между двумя полами – мужчины к женщине – это только мера отношения сексуальности вообще, поскольку это отношения инвестируют большие системы отношения человеку к человеку. Отсюда то, что можно было назвать спецификацией сексуальности пополам. И не следует ли также сказать, что фалос – это не один пол, а вся сексуальность целиком, то есть знак большой системы инвестированной либидо, из которой по необходимости вытекают одновременно два пола в их разделении, две гомосексуальные серии мужчины с мужчиной, женщины с женщиной, представленном как их статистические отношения внутри этой системы. Но Маркс говорит кое-что еще более загадочное, что настоящее различие проходит не между двумя полами, а между человеческим полом и нечеловеческим полом. Очевидно, речь не идет о животных, о сексуальности животных. Речь идет совсем о другом. Сексуальность – это бессознательное инвестирование больших малярных систем, только потому, что в другом своем аспекте она тождественна игре молекулярных элементов, которые создают эти системы в определенных условиях. Нанизм – желание – это коррелят его гигантизма. Сексуальность составляет единое целое с желающими машинами, поскольку они присутствуют и действуют в общественных машинах, в их поле, в их формировании, их функционировании. Нечеловеческий пол – это желающие машины. Молекулярные и машинные элементы – их сборки и их синтезы, без которых не было бы нечеловеческого пола, специфицировано в больших системах нечеловеческой сексуальности, способной эти системы инвестировать. В этих нескольких строках Маркс, столь скупой и сдержанный во всем, что касается сексуальности, смог подорвать то пленниками, чего навсегда останутся Фрейд и весь психоанализ. Антропоморфное представление о поле. То, что мы называем антропоморфным представлением – это как мысль о том, что есть два пола, так и мысль о том, что есть только один пол. Известно, что весь фрейдизм пронизан той странной идеей, что в конечном счете существует только один пол, то есть мужской пол, по отношению к которому женщина определяется в качестве нехватки, а женский пол – в качестве отсутствия. Сначала можно было бы подумать, что такой тезис обосновывает повсеместное присутствие мужской гомосексуальности. Однако ничего подобного. Здесь скорее обосновывается статистическая система межполовых любовных отношений. Ведь если женщина определяется в качестве нехватки по отношению к мужчине, то мужчина, в свою очередь, испытывает нехватку в том, чего не хватает женщине. Просто иным образом идея одного пола по необходимости приводит к эрекции фалоса как объекта высот, который распределяет нехватку на двух несовместимых сторонах и заставляет оба пола сообщаться друг с другом в общем отсутствии – кастрации. Но, в конце концов, не лучше и идея, будто на самом деле есть два пола. Итак, мы утверждаем, что кастрация – это основание антропоморфного и малярного представления сексуальности. Она является универсальным верованием, которое объединяет и рассеивает мужчин и женщин под игом одной и той же иллюзии сознания и заставляет их обожать это игорь. Любая попытка определения природы этого нечеловеческого пола, например, большого другого, сохраняющая миф кастрации, заранее обречена на провал. Антропоморфное, малярное представление достигает своей кульминации в том, что его обосновывает в идеологии нехватки. Напротив, молекулярное, бессознательное не знает кастрации, потому что частичные объекты ни в чем не испытывают нехватки и образуют в своем собственном бытии свободные множественности, потому что множественные срезы не перестают производить потоки, а не вытесняют их в другой единичный срез, способный их иссушить. Потому что синтезы создают локальные и неспецифичные коннекции, включающие дизъюнкции, кочевые конъюнкции. Повсюду микроскопическая транссексуальность, благодаря которой в женщине столько же мужчин, сколько в мужчине. А в мужчине столько же женщин, способных проникать друг в друга, связываться друг с другом, вступать в отношения производства желания, которые переворачивают статистический порядок полов. Заниматься любовью – это не значит заниматься ею именно в одиночку или вдвоем. Это значит заниматься сотнями тысяч. Вот что такое желающие машины и нечеловеческий пол. Не один пол и не два, а Н полов. Шизоанализ – это переменный анализ Н полов в одном субъекте, отстраняющийся от антропоморфного представления о собственной сексуальности, навязываемого ему обществом и составляемого им самим. Первая шизоаналитическая формула желающей революции выглядит так. Каждому по собственному многообразию полов. Жюль-де-Лёс, Феликс Кватори, Анти-Эдипт, Капитализм и Шизофрения. Испана Суиза. Шарж на западную кинозвезду. Ах, сегодня весна, Боттичелли, Вы во власти весеннего бриза, Вас баюкает в мягкой качели, Голубая испана Суиза. Вы – царица экрана и моды, Вы пушисты, светлы и нахальны, Ваши платья надменно печальны, Ваши жесты смелы от природы. Вам противны красивые морды, От которых тошнит на экране, И для вас все лакеи и лорды Перепутались в кинотумане. Идеал ваших грез – квазимода, А пока его нет, вы – висталка, Как обидно и больно и жалко Полюбить неживого урода. Измельчал современный мужчина, Стал таким заурядным и пресным, А герой фабрикуется в кино, И рецепты вам точно известны. Лучше всех был Раджа из Кашмира, Что прислал золотых парадизов, Только он в санаториях Каира Умирает от ваших капризов. И мне жаль, что на тысячи метров И любви, и восторгов, и страсти Не найдется у вас сантиметра Настоящего личного счастья. Но сегодня весна беспечайна, Как и все ваши кино-капризы, И летит напряжённо и дальне Голубая Испана Суиза. nominal счастья 1928 Аптолам Дракота Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...